И начнем по порядку. Президент Казахстана выступил перед общественно-политическим сообществом Сингапура с лекцией о роли средних держав в глобальном мире. Более того, президент принял участие в открытии Казахстанско-Сингапурского форума образования и науки и успел провести ряд двухсторонних встреч, в том числе с третьим премьер-министром Сингапура, сыном Ли Куан Ю. О чем говорили собеседники и в целом об итогах госвизита расскажет Динара Жанбатырова. Перед поездкой в Казахстан в 2019 году я прочитал книгу президента Тукаева, которую он написал. Вот здесь, видите, отмечены все страницы, которые вызвали особый интерес у меня. Мы можем с вами позже их обсудить. А здесь старший министр уже хвастается своей добычей перед экспертно-политическим сообществом Сингапура. С литературой нашего президента в этом зале знакомы многие. Политическим мировоззрением Касымжу Марта Тукаева восхищаются и даже отмечают. Очень сильное сходство сингапурской философии. Ваша страна вдохновляет Казахстан на выбор собственного пути к прогрессу и процветанию. Безусловно, бесценный опыт, который я получил во время пребывания в Сингапуре, повлиял на мое видение будущего Казахстана в этом быстро меняющемся мире. И несмотря на внешние факторы, в том числе и геополитический Казахстан, как и Сингапур, остается островом нейтралитета и открытой дипломатии. Нейтралитет не следует принимать за отсутствие убежденности. Напротив, это сознательный выбор в пользу дипломатии и диалога, а не конфликта и принуждения. Этот выбор является нашей сильной стороной, позволяющей нам помогать преодолевать глубокие разногласия от территориальных споров до идеологических конфликтов, о чем свидетельствует наше недавнее содействие мирному процессу между Азербайджаном и Арменией. И надо признать, у Казахстана это получается подтверждение. Астанинский процесс по конфликту в Сирии, борьба с ядерным оружием, отправка первого миротворческого контингента по миссии ООН. Только в этом году наша страна председательствует в шести международных организациях, и глобальные призывы, озвученные на них, должны учитываться мировым сообществом, призвал президент. Ваш президент отнес наши страны к средним державам, и это очень интересно для изучения. Еще недавно мне казалось, что сотрудничество Центральной Азии с Сингапуром это где-то далеко. Ваш президент убедил, это реально и уже воплощается. Глава государства очень детально остановился на вопросах региональной безопасности, глобальной безопасности, роли так называемых middle powers, срединных держав. Это был очень популярный концепт в свое время, во время холодной войны, когда были глобальные державы США, СССР, но страны как Канада, Австралия, Франция выработали вот эту концепцию срединной силы, срединной державы, middle power. Сейчас этот концепт возвращается во мировую политику. Свою middle power, например, Сингапур, нашел в человеческом капитале. Люди, ресурс, который и привел страну к экономическому успеху. Как это сделать, сингапурцы теперь научат и казахстанцев. Сегодняшний форум является важной вехой в нашем сотрудничестве. Он призван вывести казахско-сингапурское взаимодействие в сфере образования и научных исследований на более высокий уровень. Вчера я провел очень содержательные переговоры с президентом и премьер-министром Сингапура по широкому кругу вопросов двустороннего сотрудничества, включая сферы науки, образования и контакты между людьми. Переход Казахстана к более прозрачной и устойчивой рыночной экономике требует динамичных устойчивых образовательных стандартов и цифровой трансформации. Свои намерения по тесному сотрудничеству Казахстан и Сингапур закрепили подписями в документах по сферам образования и науки. Один из них предполагает стажировку 500 булашаковцев в ведущих научных вузах города-государства. Во втором прописано сотрудничество о передаче технологий очистки и управления водой. И третье соглашение подписывается Восточно-Казахстанским техническим университетом с Сингапурским политехническим институтом для выработки национальной модели подготовки инженерных кадров. Сингапур очень правильно адаптировал все практики дуального образования, подготовки инженерных кадров в Германии, Франции, США, многих других стран в свою очень интересную и уникальную модель. Сингапурский политехнический институт будет помогать теперь нашим трём инженерным институтам выработать и отдельную национальную модель инженерного образования. И в завершении визита глава государства провёл переговоры с третьим премьер-министром, старшим министром. Он был у руля с 2004 года и буквально недавно его сменил Лоуренс Вонг. Касым Жумар-Тукаев поблагодарил Лисян Луна за вклад в партнёрство Казахстана и Сингапура и назвал его настоящим другом нашей страны. Собеседники обсудили общие вопросы торговой экономики и то, как она изменится после визита казахстанской делегации. Государственный визит президента Казахстана в Сингапур выдался достаточно насыщенным подписанным меморандумом и соглашением на миллионы долларов, но уже к лету эта сумма может стать гораздо больше, потому что в Казахстане в гости ждут капитанов сингапурского бизнеса, чтобы не просто рассказать на словах, но и показать воочию возможности. К тому же, как оказалось, далёкий Сингапур не такой уж и другой. Общего у стран гораздо больше. Динар Жумбатырова, Марат Диханбаев, Дулат Интибеков. При поддержке телерадиокомплекса президента Казахстана, Сингапур.